Одарённые школьники сошлись в интеллектуальной битве. В Муравленко и Ноябрьске провели региональный этап турнира «Умножая таланты». В итоге две команды из Муравленко прошли в финал, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Турнир провели в формате телемоста. За путёвку в финал боролись 47 школьников из Ноябрьска и Муравленко. Все они прошли образовательный курс и отборочное тестирование. Те, кто успешно справился с испытаниями, объединились в группы и решали задачи из реальной практики нефтяников по направлениям цифровые технологии, нефтехимия и математическое моделирование. Затем участники защитили проекты перед экспертами «Газпромнефт», «Ноябрьскнефтегаза», образовательного центра «Сириус» и компании «Генотек». Мы поставили перед собой цель составить модель проектов, которая будет соответствовать стратегии компании, её целям и обеспечить максимальную прибыльность. Свои решения задач презентовали 15 команд. София Дадаева и Кристина Куликова защищали проект по направлению нефтехимия. Задача непростая – необходимо представить способы борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями. Лицеистки несколько недель работали над решением, собирали информацию, выдвигали гипотезы, проводили эксперименты. В трубу её сначала отключают полностью. В неё вставляют скребок, и под давлением этот скребок начинает проходить через всю трубу. То есть, понятное дело, остаётся какое-то количество отложений на самих трубах. Именно эти отложения можно полностью исключить химическим методом. Участие в конкурсе помогает раскрыть интеллектуальный потенциал каждого школьника. Девушки говорят, на турнире получили бесценный опыт, который точно поможет им в будущем. Я никогда не предполагала, что это будет настолько интересно, потому что вроде бы обычная закупорка труб, но если углубиться в это побольше, то можно найти столько способов различных, как можно от этого избавиться, привести свои примеры. Рашид Ибада в турнире «Умножая таланты» участвует не впервые. В 2023 году он вошёл в число победителей в номинации «Инжиниринг». Его команде необходимо было найти самый эффективный метод для инвентаризации производственных складов при помощи беспилотных летательных аппаратов. Внедрение БПЛА для проведения инвентаризации позволяет нам уменьшить затраты от потери материала, увеличить прибыль, сократить длительность проведения инвентаризации, минимализировать процент ошибок пищи товара, обеспечить безопасность, сократить трудозатраты и исключить человеческий факт. Лицеисты проделали большую работу, даже рассчитали экономическую эффективность применения беспилотников. Уверены, турнир «Умножая таланты» – это только начало большого исследовательского пути. Это также опыт публичных выступлений, также работа в команде и анализирование информации, большого потока информации, огромного. Турнир «Умножая таланты» проходит в девятый раз. Это один из ключевых образовательных проектов, программы социальных инвестиций, родные города, компании «Газпромнефть». На самом деле ребята достаточно ответственно подошли к этому мероприятию. Кейсы были достаточно сложные, погружение полное, то есть они много информации проработали. Ребята рассматривали еще кейсы, это цифровизация, новые технологии. У нас в наш век цифровизации и технологии новых искусственного интеллекта, это очень актуально на текущий момент. Очень были подробно разобраны технические кейсы, очень хороший уровень подготовки был, как видно, со стороны руководителей, наставников у них. И хочется отметить, что если ребята учатся в школе, и у них такое видение уже на различные прикладные задачки, на аспекты, на нюансы производства, то в них большой потенциал. То есть после поступления и завершения вузов профильных, это будет отличный кадровый резерв. В целом, как для личной отрасли, так и для страны, для обеспечения технологической независимости и дальнейшего роста. Авторы лучших проектов определены. Ими стали Лилицисты, Рашид Ибадов, Богдан Поликарпов, Ангелина Мурадова, София Калошина, Елизавета Котлерова и Владимир Васильев. Впереди их ждет большой финал, который пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 28 апреля. Турнир «Умножая таланты» входит в перечень официальных мероприятий Минпросвещения России. Это позволяет финалистам получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ведущие технические вузы, которые являются партнерами компании. Алена Гафарова, Антон Иванов, Новости Муравленко.